Сейчас в Нижневартовске на месте обрушения жилого дома работают 200 спасателей и 55 единиц техники. Под завалами продолжается поиск людей. Как рассказали в пресс-службе окружного управления МЧС, специалисты приступили к разбору крыши с помощью тяжелого крана. Для этого разбирали обшивку дома. Поисковые работы идут сверху вниз. По мере продвижения спасатели проводят минуты тишины. Они нужны для того, чтобы можно было услышать тех, кто находится под завалами и подает сигналы о помощи. Поиски осложняются тяжелыми погодными условиями. Сейчас в Нижневартовске минус 20 градусов. На месте также работает кинологическая служба. Напомню, что этот дом был не газифицирован, газа там не было. И вот такой баллон, он оказался не одним, он был разгерметизирован. И в связи с этим произошел взрыв. И соседка накануне, со слов, она обратилась к соседу ввиду того, что там был запах газа. И после этого произошел, уже после. То есть фактически это хранение было газа, видимо, да, в подъезде? Нет, не в подъезде. Это было прямо в квартире. В квартире. Да, и в связи с этим не произошло. Но это предварительно. Все за органами прокуратуры и следственными органами. Они примут решение. Основная проблема при повреждении здания в результате взрыва заключается в том, что в дальнейшем любое несогласованное действие и движение может привести к дальнейшему обрушению конструкции. Важно продумывать каждый шаг. Например, при разборе одной конструкции необходимо просчитывать, как поведет себя другая, которая находится под ней. Специалисты МЧС работают вместе с проектировщиками и строителями, которые знают технический план здания и помогают спасателям.